Как общаться с мужчиной на сайте знакомств, чтобы найти человека для серьезных отношений? Не регистрируйтесь там, не устанавливайте никакие приложения. Там извращенцы, там нет серьезных мужчин. Им недостаточно лишь твоей внешности. А большие девушки, они сами не знают, какого мужчину они хотят. Нищеброды не пишите, а вот только такие пишите. Ты ищешь только деньги. Эти надоели, эти достали, эти козлы. Он меня найдет среди тысяч других женщин, напишет мне, мы встретимся с ним, и будут чудеса. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и обязательно смотрите это видео до конца. Первое. Все начинается с вашего настроения. Если вы считаете, что сайты знакомств, там извращенцы, там нет серьезных мужчин, это все фигня, пожалуйста, не мучайте себя, не регистрируйтесь там, не устанавливайте никакие приложения, не мучьте ни себя, ни других. И в этом видео я не буду вас переубеждать и говорить, вы неправильно мыслите, там есть хорошие мужчины. Это видео скорее для тех, у кого есть позитивный настрой, и те, кто понимает, что сайт знакомств ничем не отличается от жизни, и что у вас есть как минимум знакомые, либо же знакомые знакомых, которые встретили свою половинку достойного человека именно на сайте знакомств. При этом добавлю, сайт знакомств уже некое, мне кажется, устаревшее понятие, потому что сейчас это уже больше приложение. Приложение знакомств, которое абсолютно бесплатное, и заранее скажу, пожалуйста, не тратите деньги. Если вам предлагают какие-то платные VIP сайты знакомств, какие-то платные секретные доступы, в 99% случаев это обман и развод. Хотя, наверное, и там можно выиграть в некую лотерею, да, но приложение знакомств, бесплатных функций более чем достаточно для того, чтобы использовать это эффективно, результативно и благополучно. Второе, я считаю, что сайт знакомств это такая же жизнь. Да, там много извращенцев, но и в жизни много извращенцев. Просто в жизни, ну, люди стесняются признаваться в своем извращении. А мужчина, например, он, сидя на сайте знакомств, ему как-то легче это делать. При этом я добавлю, что успешные мужчины тоже там есть. Да, они не сидят, знаете, как на берегу рыбак и ждет, когда он словит там золотую рыбку, либо русалку и тратит время. Но они там есть. Да, нормальные мужчины заняты, они не проводят там много часов или много времени. Но они там есть. Именно по той же причине, как и достойные женщины, что они там делают в приложении. Да, если же можно в Инстаграме знакомиться, если можно в жизни, если можно сказать, ну, слушай, ты же такая хорошая, милая, там, красивая, развиваешься. Зачем тебе сайт знакомств или приложение знакомств? Это один из способов. Это не панацея, это не секретный секрет. Это один из способов. Почему его не использовать? Как минимум попробовать. Нужно понимать правила, контекст, да, что и как там устроено. Если думать, что я просто загружу туда три с половиной фотографии, и принц меня найдет, почувствует, какой у меня красивый внутренний мир, он меня найдет среди тысяч других женщин, напишет мне, мы встретимся с ним, и будут чудеса. Да, такое может быть, да, такое случается, но это на уровне лотереи. Также важно понимать, что цель создать на сайте знакомств серьезные отношения, это плохая цель. Важно понимать, что сайт знакомств является как некий клей, некий мостик, лишь от того этапа, когда вы не знакомы с мужчиной, и вы даже не знаете этого мужчину, что он существует, до этапа первого свидания. Все, все, больше сайт знакомств не играет никакой роли, никакой функции, и не имеет никакой высшей миссии, понимаете? Часто я вижу, как женщины делают большую ошибку, и они пытаются прямо в переписках строить серьезные отношения. Там что-то пытаются очень сильно определить, договориться, обсудить какие-то темы отношений, обсудить какие-то ценности. И это большая ошибка, потому что, да, это важно женщине понимать, но это важно понимать после первого свидания, ну или же окей на первом свидании. Но не до первого свидания. Из этого что вытекает? Что окей, тогда если я на сайте знакомств, если моя цель не отношения, а моя цель свидания с нормальными мужчинами, тогда я окей, смотрю в этот промежуточный этап и понимаю, окей, а что мне для этого нужно? А какие там правила? То есть для этого первое, это фотографии. На что смотрит мужчина? Это фотографии. Не нужно 20 фотографий и недостаточно одной фотографии. То есть должно быть, ну, 4 фотографии, 5, 6, ну, вот такое количество. Фотографии должны быть неоднообразными. Фотографии должны быть, ну, то есть если вы в одном ракурсе на всех фотографиях, смысл тогда этих фотографий? То есть должны быть правильные фотографии. Там, где вы, видно, что вы позитивны, вы красивы, вы хорошо выглядите. Ну, много разных ошибок есть, да, там очки на пол лица, либо девушка показывает, как она на море, и 80% фотографий занимает красота моря, где-то далеко она. И вопрос, а что ты хотела показать тебе в фотографии? В красивое море? Что ты летаешь на красивые моря? Либо ты себя? То есть мужчина хочет видеть тебя, понимать тебя. Следующее, что важно, это правильное описание. И это то, что большинство игнорируют, либо тоже там допускают ошибки. В первую очередь мужчина смотрит ваши фотографии, потом, если вы ему там нравитесь, он дальше переходит к описанию. И в описании часто либо вообще ничего нет, либо короткая фраза, там только серьезные отношения, либо что еще хуже, женщина описывает, как ее, как надоели ей мужчины, как ей надоели извращенцы здесь. То есть она показывает некое свое недовольство жизнью, миром, мужчинами и говорит, вот я ищу особого. Ей кажется, что это я должен прочитать и сказать, вау, какая женщина. И вообще мало у кого информации о женщине. Кто ты? Чем ты занимаешься? Чем ты увлекаешься? Как ты мыслишь? Это важно для нормальных, если мы говорим про серьезные отношения, если мы говорим про серьезно настроенных мужчин, им это важно. Им недостаточно лишь твоей внешности, пускай даже красивой. Много красивых девушек на сайте знакомств. Ему важно понимать, читая о тебе, вот мне еще интереснее становится, мне, о, классная девушка, мне бы было интересно с ней встретиться. Либо, да нет, это вообще не туда, это не мое, либо вообще непонятно. То есть если мы говорим про занятых мужчин, у него нет времени встречаться с каждой красивой девушкой. И поэтому эти мужчины, когда они видят много красивых девушек, которые ему нравятся, он что, по-вашему, будет с каждой встречаться? Нет, он ценит свое время. И поэтому ему нужно больше, чем внешность. И кому-то кажется, не, ну если ему интересно, он там попросит мой инстаграм, мы дальше где-то продолжим общение. Еще раз, мы говорим про занятых мужчин. Мы говорим про успешных мужчин, серьезно настроенных мужчин. Ну, по-вашему, он что, ну, вы представляете, сколько нужно времени, даже чтобы с 10 женщинами пообщаться вот так? Это космически огромное время. И этого времени у нормальных мужчин действительно нет. Есть некая цепочка. Смотрите, первое, на что мужчины смотрят, это фотографии. Цель фотографии, чтобы ему было интересно посмотреть ваше описание. Когда я читаю описание, какая цель описания? Чтоб я захотел тебе написать. Но написать не целью потрындеть или поболтать. Уже мне хочется с тобой встретиться. Я понимаю, что, блин, ты мне интересна. И поэтому есть некая воронка, есть некая цепочка. Да, одно за вторым, за третьим. И я напомню, цель сайта знакомств – встреча. Поэтому, да, он пишет. Дальше можно созвониться, даже там обменяться. Сейчас в приложениях даже есть видеообщение. Можно в мессенджерах обменяться видеосообщениями, чтобы вы себя показали, чтобы на мужчину посмотреть. Если вы такого не любите, хотя я рекомендую, чтобы это было, чтобы вы не разочаровывались на свидании, да? Дальше уже свидание. Как только начинается свидание, все, уже сайт знакомств уже не играет никакой роли. Это уже прошлое. И дальше уже некое ваше мастерство, ваша уверенность, самооценка, понимание себя, понимание мужской психологии. Уже что происходит с первого свидания и дальше. Или же ничего не происходит, и первое свидание становится последним. Поэтому здесь тоже важна переписка. Но переписка важна не в стиле, как изящно как-то переписываться. А цель переписки какая? Звонок. Цель переписки не узнать об этом человеке все. Потому что, поймите, если ваше намерение узнать о человеке все в переписке, ну, есть много балаболов, которые напишут вам такое, что вы просто именно то, что вы хотите слышать. И часто бывает такое, что человек тратит на сайт знакомства общение с человеком месяц-два, встречается с ним в живую, и что происходит? На букву Р разочарование и ощущение, а зачем я тратила время? А зачем этот человек себя показывал каким-то другим? И поэтому нет ничего лучше, чем встреча. И, конечно же, чтобы написать описание себе, это не раз-два. Нужно напрячься. Нужно подумать, какая я, чего я хочу. И для вас это не будет напряжением, если вы уже хорошо себя знаете как личность. Вы уже понимаете, какого мужчину вы видите возле себя по ценностям, по взгляду на жизнь, по взгляду на отношения. Тогда для вас это будет легко. Если вы находитесь на этапе развитости, что вы думаете, а что писать о себе, значит, пока что, ну пока что вы где-то еще на более раннем этапе развития, и для вас это будет сложно. И если вы не пишете описание о себе, значит ли это, что вы не встретите мужчину? Нет, это не значит. Но просто хорошее, правильное описание, оно максимизирует шансы на то, что... Я читаю, о, так блин, какая классная девушка. И тогда целью моего свидания с ней не узнать ее, а что убедиться в том, что она действительно такая. Понимаете? И вот задумайтесь, вы хотели бы, чтобы мужчины с вами на свидания ходили, чтобы узнавать вас, либо убеждаться в том, что вы классная женщина? Как вы хотите шаблоны? Онлайн очарование. Там об этом детальнее, в том числе шаблоны, как переписываться, как общаться по телефону, как готовиться к свиданию, как проводить свидание. Но это тренинг на большое количество часов. И за одну минуту дать вам какой-то шаблон. Да, я могу перечислить, что важно. Важно понимать, чем вы увлечены в жизни, чем вы увлечены, какие мужчины вам нравятся. И, конечно же, здесь большое напишут, мужественный, ответственный и так далее. Это вода. Если я начну уточнять, а как ты поймешь, что мужчина ответственный, либо мужественный, большое будет теряться. Поэтому лучше конкретика. То есть мужчина, для которого важно стремление к большему. Мужчине, которому важно, я не знаю, заниматься любимым делом. Мужчине, которому важно, например, путешествовать. Но если для вас важно путешествие. Или же, если вы любите мужчин харизматичных, которые в центре внимания, ну опишите это в портрет мужчины. Если вы любите мужчину более интровертного, который, например, работает в сфере IT и спокойный себе парень, ну опишите такого парня. Да, вот как-то опишите, что вы видите возле себя такого мужчину. Или вам интересен такой типаж мужчины. И я повторю, что большинство девушек, они сами не знают, какого мужчину они хотят. И поэтому для них это описание будет сложно. Чем вы лучше понимаете себя и понимаете свой запрос, тем более четко будет написано. Пожалуйста, не пишите мужчину, для которого важна семья. Вот это не работает. Потому что, смотри, если для меня важна семья, это не значит, что я с любой женщиной хочу семью. Для нормального мужчины семья это продолжение хороших отношений. И от того, что я говорю, что я хочу семью, это вообще ничего не значит. Или мужчину, который не будет изменять. Мужчину верного, который верного пса, который не будет изменять. Такое описание будет больше говорить о ваших страхах. Что у вас есть травма измены, что вы боитесь измены и так далее. То есть есть вещи, которые по умолчанию понятны. Которые не нужно писать, что мужчина был верный, хотел семью, хотел детей, двух собак. Вот, пожалуйста, это говорит о том, что вам очень страшно, вам очень срочно нужны отношения. Но вот такие, ну вот давайте, как бы я описывал девушку, например. Если бы я советовал мужчине, как описать ему девушку. Он бы говорил так, мне важна девушка, которая, например, занимается бизнесом. Вот если мне это важно, я лучше об этом напишу. Женщина, которая работает, я восхищаюсь успешными женщинами. Но если для меня это важно, значит мне это нужно писать. Правда же? Или, например, мне нравится, когда девушка, ну в центре внимания, ну звезда. Напиши об этом. Дальше. Тебе, например, важно, чтобы девушка, ну я не знаю, была, там, спортом занималась. Окей, напиши об этом. Если тебе важно, чтобы она там любила готовить. Ну напиши об этом. Здесь есть, наверное, пункты, да, которые, вот, например, как человек относится к деньгам, как человек относится к карьере, как человек относится к финансам, как человек относится к трудностям. Ну, например, если женщина описывает мужчину, вот представьте, все мужчины переживают трудность. Вы какого мужчину хотите? Который пойдет пить алкоголь? Который пойдет плакать жене в плечо? Который, несмотря ни на то, ни на что будет идти вперед? Который как реагирует на стрессы? И, например, это важный пункт. Если вы понимаете, что вам важен мужчина, который никогда не сдается, или же вам что важно, чтобы мужчина сворачивал горы? Ну тогда вы понимаете, что он там 2-4 на 7 занят. Либо вам важен, ну, знаете, обеспеченный мужчина, но спокойный, который зарабатывает свои, там, например, 3 тысячи долларов в месяц, и вам нормально. Но зато он гораздо больше проводит время в семье. Да, его не будет в списке Forbes, но вам и не нужно это. Или, наоборот, вам важен мужчина, который, там, собирается стать президентом. И тогда, когда мужчина читает это, он понимает, так это же обо мне. Или, ой, не, так она тут ищет харизматичного, красивого душу компании, а я спокойный себе, там, интроверт, это не для меня. Да, и поэтому это помогает вам, чтобы вам меньше писали неподходящих мужчин и больше писали подходящих мужчин. Важно дописывать, как вы видите себя в отношениях. Вы кто? Добытчица, вы, там, хотите заниматься семьей, вы хотите помогать мужу в бизнесе и вместе с мужем строить большую империю. Либо вы хотите, там, заниматься, у вас есть, там, свой слон красоты, от которого вы кайфуете развивать, либо у вас есть профессия. Вот такие тонкие штуки. И я считаю, что это помогает вам не тратить ни чужую энергию, ни свою. То есть тогда, да, наверное, вам будет писать меньше мужчин, но какие-то мужчины будут более качественно подходящие именно вам. Бывает такое, что женщины пишут в анкетах, да, нищеброда не пишите, а вот только такие пишите. Это агрессивная форма. Важно, когда вы перечитываете свое описание, убедитесь, что там нет агрессии. И понимаете, не все мужчины могут понять, а что вы мыслите, что значит нищеброд. То есть ты ищешь только богатого. Некоторые могут воспринять, ты ищешь только деньги. Поэтому лучше не писать так. Вместо того, чтобы вот такие не пишите, лучше уделите внимание тому, о каком уже писать. И я понимаю, что у нас такая ментальность, что нам гораздо легче писать, чего я не хочу. Вот так эти надоели, эти достали, эти козлы. А какой не козел? А какие тебе не достали? А какого ты хочешь? И в лучшем случае мы опять же видим абстрактные фразы. Хороший, ответственный, какой еще там, серьезно настроенный. И поверьте, когда я на разборах в своем инстаграм, кстати, подпишитесь на мой инстаграм, когда я задаю вопрос, как ты поймешь, что мужчина ответственный? Девять из десяти женщин просто плывут. Потому что они озвучивают заученные фразы. Они заучили фразы, вот эти популистские, и они даже не понимают, а как я определю, как я пойму, что этот мужчина ответственный. Вот как вы поймете? Потому что я обещал завтра позвонить и позвонил, я ответственный? Или ты приходишь ко мне домой, у меня носки по полочкам сложные, думаешь, боже мой, какой вот молодец, какой ответственный мужчина. Как вы поймете, что мужчина ответственный? И большинство, как я это вижу, они по ощущениям. Ощущения обманчивы. И поэтому, когда вы отправляете запрос во вселенную, либо описываете в анкете, пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете значение этих слов. Вы понимаете, по каким критериям, как вы поймете, что мужчина действительно ответственный. Потому что, поймите, любое качество можно сыграть. И как вы поймете, человек играет это качество, либо он действительно таким есть? Это зависит от уровня вашей развитости. Именно поэтому я вас приглашаю на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению», которая может вас сделать еще более мудрой. Поднять вашу самооценку, уверенность в себе, понимание психологии мужчин, понимание, как с ними взаимодействовать. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. Я напомню, что цель сайта знакомств – это встреча. И по встрече это нормально – выпить кофе с мужчиной, это нормально, если мужчина куда-то подъезжает, либо если он вас зовет на свидание, он должен за вами заехать, либо прислать такси, либо встретиться там, где вам удобно, возможно, где-то после работы вам удобнее, где-то там в кафешке рядом. Это абсолютно нормально. И если вы боитесь этого, то это, скорее всего, о ваших страхах. Если вам недостаточно какой-то информации о мужчине, ну, уточните эту информацию, задайте ему какой-то вопрос. Но ничего лучше не будет понятно, чем живая встреча. Живая встреча может быть даже полчаса – это прекрасно. Не обязательно ужин, хотя если вам хочется ужин, это вообще не вопрос. Вы сами спросите себя, что вам комфортнее. Но я считаю, что формат кофе полчаса – это окей. Потому что если вы друг другу понравитесь, дальше будет продолжение. Или зачем тратить час или два часа времени на человека, который вы понимаете, что он вам не интересен, вам не хочется продолжения и так далее. Поэтому полчаса кофе – это абсолютно нормально. Но не нужно ездить самой куда-то на территорию мужчины. Мужчина либо заезжает за вами, либо в удобное вам место, либо оплачивает вам такси туда-обратно. Кстати, на бесплатном вебинаре «Мужчина. Честная инструкция». Ссылочка внизу. Я даю даже некие шаблоны инструкции, волшебные смски, как это правильно делать. Просьба мужчины о фотографиях дополнительных – это абсолютно нормально. И я знаю, что многие женщины воспринимают это в штыки. Типа, а ему что, не хватило там пять фотографий? А зачем ему еще? А вам что, жалко? Вам что, жалко? Ну, приготовьте еще четыре дополнительные фотографии. Пусть у вас будет на готове. Ну, отправь. Вам что, убудет от вас? Почему мужчина это просит? Потому что много на сайтах знаком с фейков, обманов. И мужчина, знаете, он такой визуал, ему важно, ну, важно еще посмотреть. И большое мужчина это просит. И это абсолютно нормально, поэтому будьте к этому готовы. Также есть женщины, которые негативно относятся к вопросу, ты в каком районе живешь? То есть у них такое мнение, что это спрашивают нищеброды, которые не хотят, типа, если ты скажешь, что ты живешь где-то в Корюковке, там, да, за городом, то все, я с тобой не буду общаться. На самом деле, почему мужчина так спрашивает? Он, знаете, как некий план строит, да? Так, она там, я там. То есть он уже некий строит потенциальный план, как с ним встретиться и как спланировать время. Потому что, ну, а вдруг ты живешь за городом, а может быть ты живешь рядом, а может быть, где нам встретиться? Где-то возле дома, да? Или возле работы? И поэтому мужчина, как некий, знаете, как он это спрашивает, смотря на некую карту, держа карту в голове, чтобы лучше спланировать время. Поэтому к этому вопросу не нужно негативно относиться. Вы же не пишете точный адрес и квартиру и номер домофона, правда же? Это писать не нужно. Если мужчина просит интимные фотографии, ну, здесь понятно, настроение мужчины, и, ну, если вам тоже хочется интима, то можете играть в эту игру. Если вы, скажем так, настроены только на серьезные, то можете этого мужчину смело блокировать и не тратить время. Как понять ваш, стоит ли продолжать переписку, ну, по вашим ощущениям? Если вам интересно, если вам нравится мужчина, ну, продолжайте. Если вы видите звоночки, ну, может, один звоночек, ну, может быть, это не критично, но когда вы видите два, ну, три уже звоночка, то, пожалуйста, блокируйте, не тратьте время. Не нужно объясняться, вы не обязаны никому. И на сайте знакомств тоже это нормально блокировать мужчин, которые ведут себя неадекватно, либо что-то у вас запрашивают, и вы понимаете, что вам не по пути, не нужно тратить свою энергию и объяснять, понимаешь ли, а я тут еще другое, понимаешь, не нужно. Просто блокируйте и не тратьте свое время. Это абсолютно нормально. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите вопросы в комментариях для будущих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!